Тем не менее, деньги все-таки продолжат взымать, а некоторые маршрутчики смогут в мае увеличить тариф и в вечернее время. Перевозчики, наконец, разработали механизм взымания платы после 20.00. 25 рублей будут брать при входе. И только в тех автобусах, которые отправились в конечные остановки после 8 часов вечера. Конечно, отдавая немаленькие деньги, пассажирам хочется надеяться на сознательность водителей и перевозчиков. Но органы, контролирующие, предлагают только на это не полагаться. Что еще делают для повышения безопасности проезда в общественном транспорте, расскажем в ценном выборе. Техосмотр автобусов вновь может перейти под контроль ГИБДД. Первый шаг к этому уже сделан. Подготовлены законопроекты. Главная цель – повысить безопасность пассажирских перевозок, снизить количество аварий из-за неисправности транспортных средств. Сейчас их осмотр находится в ведении Российского союза автостраховщиков. В МВД предлагают не только вернуть контроль за этими работами ГИБДД. Осмотр хотят проводить два раза в год. Кроме того, всю процедуру должна сопровождать фото- и видеофиксация. Пишет ТАСС. Но и это еще не все. Ответственность операторов техосмотра хотят ужесточить, чтобы процедура не носила формальный характер. И те, кто ее осуществляют, понимали, чем для них грозит закрывание глаз на те или иные нарушения. Закручивают гайки и в сфере школьных перевозок. Для этих целей использовать теперь будут автобусы не старше 10 лет. Что тоже является шагом к повышению безопасности поездок. Однако в стране, как сообщает российская газета, более половины школьных автобусов давно перешагнули установленный рубеж. Поэтому внедрять изменения будут постепенно. Большинство регионов они коснутся только через год, чтобы успеть обновить автопарк. Алена Полоненко, новости по будням. Алена Полоненко, новости по будням.